В Таллине праздновали 7 ноября. Колонны демонстрантов тянулись в центр города. Трибуны для правительства были воздвигнуты у здания Центрального комитета. Звучала музыка, над площадью летали воздушные шары. Диктор выкрикивал бесчисленные изравницы и поздравления. Люди несли транспаранты и портреты вождей. Милиционеры следили за порядком. Настроение у всех было приподнятое, что не говори, а все-таки праздник. Среди демонстрантов находился Буш. Мало того, он нес кусок фанеры с деревянной ручкой. Это напоминало лопату для уборки снега. На фанере зеленой гуашью было размашиство выведено. Дадим суровый отпор врагам мирового империализма. С этим плакатом Буш шел от кадриога до фабрики роялей. И только тут, наконец, милиционеры спохватились. Кто это враги мирового империализма? Кому это суровый отпор? Буш не сопротивлялся. Его сунули в закрытую черную машину и доставили на улицу Пагори. Через три минуты Буша допрашивал сам генерал Порк. Буш отвечал на вопросы спокойно и коротко. Вины свои категорически не признавал. Говорил, что все случившееся, недоразумение, ошибка, допущенная по рассеянности. Генерал разговаривал с Бушем часа полтора. Временами был корректен, затем неожиданно повышал голос. То называл Буша Эрлистом Леопольдовичем, то кричал ему «Расстреляю, собака!». В конце концов Бушу надоело оправдываться. Он попросил карандаш и бумагу. Генерал, облегченно вздохнув, протянул ему авторучку. «Чистосердечное признание может смягчить вашу участь». Минуту Буш глядел в окно. Потом улыбнулся и красивым, стелющимся почерком вывел. Заявление. И дальше. Первое. Выражаю чувство глубокой озабоченности судьбами христиан-баптистов Прибалтики и Закавказья. Второе. Призываю американскую интеллигенцию чутко реагировать на злоупотребление Кремля в области гражданских свобод. Третье. Требую права беспрепятственной эмиграции на мою историческую родину, Федеративную Республику Германии. Подпись. Эрнст Буш. Узник совести. Генерал прочитал заявление. Опустил его в мусорную корзину. Он решил применить старый испытанный метод. Просто взял и ушел без единого слова. Эта мера, как правило, действовала безотказно. Оставшись в пустом кабинете, допрашиваемые страшно нервничали. Неизвестность пугала их больше, чем любые угрозы. Люди начинали анализировать свое поведение, лихорадочно придумывать спасительные ходы, путаться в нагромождении бессмысленных уловок. Мучительное ожидание превращало их в дрожащих тварей. Этого-то генерала добивался. Он возвратился минут через сорок. То, что он увидел, поразило его. Буш мирно спал, уронив голову на кучу протоколов. Впоследствии генерал рассказывал. Чего только не бывало в моем кабинете. Люди перерезали себе вены, сжигали в пепельнице записные книжки, пытались выброситься из окна, но чтобы уснуть, это впервые. Буша увезли в психиатрическую лечебницу. Происшедшее казалось генералу явным симптомом душевной болезни. Возможно, генерал был недалек от истины. Теперь несколько слов о Шаблинском. Его отец был репрессирован. Дядя профессор упоминается в знаменитых мемуарах, чуть ли не единственный, о ком говорится, с симпатией. Миша рос в нылом лагерном поселке. Арифметику и русский ему преподавали корифеи советской науки в бушлатах. Так складывались его жизненные представления. Он вырос прочным и толковым. Словам не верил, действовал решительно, много читал. В нем уживались интерес к поэзии и любовь к технике. Не имея диплома, он работал конструктором. Поступил в университет. Стал промышленным журналистом. Гибрид поэзии и техники отныне его сфера. Он был готов на все ради достижения цели. Пользовался любыми средствами. Цель представлялась все туманнее. Жизнь превратилась в достижение средств. Альтернатива добра и зла переродилась в альтернативу успеха и неудачи. Активная жизнедеятельность дотормозила нравственный рост. Когда нас познакомили, это был типичный журналист с его раздвоенностью и цинизмом. О журналистах замечательно сказал Форд. Честный газетчик продается один раз. Тем не менее, я считаю это высказывание идеалистическим. В журналистике есть скупочные пункты, комиссионные магазины и даже барахолка. То есть перепродажа идет во всем. Есть жизнь прекрасная, мучительная, исполненная трагизма. Есть работа, которая хорошо оплачивается. Работа по созданию иной, более четкой, лишенной трагизма гармонической жизни. На бумаге. Сидит журналист и пишет. Шел грозовой девятнадцатый. Оторвался на минуту и кричит своей постылой жене. Гарик Лернер обещал мне сделать три банки растворимого кофе. Жена из кухни. Как? Лернера еще не посадили? Но перо уже скользит дальше. Допустим, еще одна тайна вырвана у природы. Или там в Нью-Йорке легко и не пахнут. В жизни газетчика есть все, чем прекрасна жизнь любого достойного мужчины. Искренность. Газетчик искренне говорит не то, что думает. Творчество. Газетчик без конца творит, выдавая желаемое за действительное. Любовь. Газетчик нежно любит то, что не стоит любви. Впрочем, мы отвлеклись.